Оперетта «Любовь моя» под таким названием в школе номер 252 прошел творческий вечер. Для зрителей прозвучали известные произведения зарубежных и отечественных классиков. Насладиться мировыми шедеврами могли не только воспитанники этого учебного заведения, но и люди старшего поколения, проживающие в Бутырском районе. Подробности у нашего корреспондента. На творческом вечере прозвучали отрывки самых известных оперетт. Выходная Ария Виолетты Кальмана, куплеты Адели Штрауса. Насладиться шедеврами мировой классики пришли не только ученики школы, но и люди старшего поколения. Многие люди просто не могут себе позволить сходить на концерт. Это очень дорого. Иногда это далеко. Ну, там, предположим, пенсионеры, да. А как бы вот пенсионеры данного района, они вполне могут себе позволить прийти сюда и насладиться, как мы надеемся, нашим концертом. Для Инны Мельниковой эта школа – родной дом. Много лет назад именно здесь впервые она вышла на сцену. Музыкой она увлеклась с раннего детства, хотя профессию выбрала отнюдь не творческую. Больше 20 лет преподает физику. Но любовь к классике у Инны Мельниковой в крови. Этот репертуар классической школы музыки, то есть то, что мы сейчас теряем, и надо обязательно возрождать. Опера, оперета, классическая музыка – это то достояние человечества, которое необходимо как бриллиант хранить. Такой репертуар выбран не случайно. Современные молодежи классикой почти не интересуются. Имена великих композиторов и их гениальных произведений дети почти не помнят. Светлый директор школы. Культуру надо формировать и в семье, и в школе. А без классики, без классической литературы, без классической музыки это сделать невозможно. Поэтому вот фундамент этот классический мы хотим закладывать. Программа творческих встреч в школе расписана на год вперед. Раз в месяц в этом зале будут собираться любители классической музыки. В ноябре планируется выступление учеников консерватории, многие из которых, кстати, когда-то сами учились в этой школе. Ирина Тинякова, Кирилл Иванов, телекомпания ВКТ.